Законодательная база в вопросах защиты инвалидов постоянно совершенствуется. Депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского общества инвалидов и паралимпиец Михаил Терентьев встретился с представителями общественных организаций округа, жителями и руководителями местных отделений, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. Депутат отметил, что на территории городского округа Мытища в вопросах создания безбарьерной среды ведется большая работа. Мытища выделяется. У нас вообще Московская область довольно хорошо представлена с точки зрения создания безбарьерной среды других субъектов. И, как говорит Андрей Юрьевич Воробьев, мы будем лидерами везде. Главное, чтобы те перемены, которые должны происходить, надо их ускорять, потому что на самом деле очень много делается, но каждому хотелось бы, чтобы в его городе, в его поселении это происходило как можно быстрее. За последнее время был принят и разработан ряд антикризисных мер по поддержке инвалидов. Так, например, был принят закон об электронном сертификате на приобретение средств реабилитации. А с 1 сентября люди с инвалидностью получат приоритетное право на бесплатное использование участка для размещения некапитального гаража или для стоянки на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Решение проблем с инвалидностью – это, прежде всего, комплексный подход, и важно учитывать возможности каждой категории. Не может быть такого, что, допустим, мы учитываем замечания инвалидов-колясочников, но не учитываем проблему инвалидов по слуху. Это комплексная проблема, обязательно развивать ее надо только комплексно. И у нас есть хорошие положительные примеры, даже если обратить на территорию города Москва. Я вспоминаю, когда мы боролись много лет с автоинформаторами, которые пытались развить в общественном транспорте, всегда ссылались на Москву. К счастью, они теперь появились, и мы теперь одну проблему закрыли. Всего на территории городского округа Мытища более 12 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Михаил Терентьев отметил, что качество жизни таких людей должно регулярно повышаться, и это большая совместная работа. Алло Сталаева, Константин Химичев, Первый Мытищинский.